Как отметили представители Министерства здравоохранения Республики Казахстан, безопасность отечественной вакцины подтверждена клиническими испытаниями. Как известно, до этого времени казахстанцы прививались спутником ВИ, первой в мире зарегистрированной вакцины на основе платформы вектора аденовируса человека, где вирус лишен геноразмножения, поэтому безопасен. Эффективность российской вакцины по результатам двух фаз клинических исследований составила более 90%. Казвак – инактивированная вакцина, то есть используется убитый вирус COVID-19. Ее эффективность также по результатам двух фаз клинических исследований составила 96%. По регионам уже распределили 50 тысяч доз отечественной вакцины. Отечественная вакцина поступила, находится на наших складах. Температура хранения плюс 2, плюс 8. Замораживать не нужно. Мы сегодня имеем 4 тысячи доз. Город Ускаменогорский, город Семей по 2 тысячи доз. Это отечественное производство вакцина, имеет сертификат, качество. И мы планируем по графику сегодня медицинским организациям раздать, с завтрашнего дня проводить параллельно с российской вакциной, параллельно проводить вакцинацию отечественным продуктом Казвак. Отечественная вакцина Казвак разработана научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Республики Казахстан. Вакцинация проводится в два этапа внутримышечно с перерывом в 21 день. По информации Минздрава, в мае планируется выпустить еще 50 тысяч доз, а в будущем производство препарата будут поэтапно увеличивать до полумиллиона доз в месяц. При входе нас проводили к месту, где встречают желающих получить вакцину. По дороге провели краткий инструктаж. Как и объяснили, до врачебном пункте у меня проверили температуру, измерили артериальное давление, после чего я заполнила анкету. Перед прохождением процедуры вакцинации врач также осматривает горло и проверяет работу легких. После разрешения врача отправляемся получать вакцину. Тут медсестра показывает и рассказывает, что это вакцина «Спутник Вей». Одна ампула предназначена для пятерых человек. После получения прививки три дня нельзя мочить руку. Возможна реакция в виде мышечной и головной боли, а также температуры. После завершения процедуры необходимо оставаться под наблюдением врачей в течение 30 минут. В данный момент я получила вакцину «Спутник Вейс». Чувствую себя хорошо. Теперь я нахожусь в комнате ожидания. Здесь я буду 30 минут, после чего меня еще раз осмотрит врач и скажет, если все хорошо, можно будет мне идти домой. Каждая поликлиника подходит к вопросу вакцинации с ответственностью и креативом. Например, здесь вакцинировавшихся угостили чаем с конфетами. Мелочь, а приятно, говорят семичане. Я сама пришла добровольно. И муж, и сын получили прививку. Поэтому я тоже решила вакцинироваться. Чувствую себя сейчас хорошо. Вот чаем угостили. Пока вакцинировавшиеся находятся в кабинете поствакцинации, дежурный врач объясняет, что вакцина «Спутник Вей» является двухкомпонентной. Второй укол делается через 21 день. Также предупреждает о том, что в этот период нельзя употреблять спиртные напитки. Скопления нет. Работа организована так, чтобы не было скопления. У нас есть кабинет до врачебного осмотра, прививочный кабинет. Кабинет после вакцинации есть, где за ними наблюдают в течение 30 минут. Столпотворения нет. Но никто не жаловался. Все проходит позитивно, с настроением. Желающих прививаться очень много. Стоит отметить, что в филиале поликлиники номер один вакцину получили уже более 250 человек. В данный момент имеется запас на 150 доз. Медики напоминают, что вакцину можно получить в любой поликлинике, так как все они являются прививочными пунктами. Также действуют выездные мобильные бригады. Но для этого нужно заранее позвонить в поликлинику и уточнить время. Сейчас в регионе перешли на новые формы управления лишь 106 многоэтажных жилых домов, или 2% от общего количества домов. В области созданы 14 объединений собственников имущества, в том числе 2 в Усть-Каменогорске, 4 в Семее, 8 в районе Алтай. В большинстве случаев жильцы домов переходят на простые товарищества. Их в регионе создано 93, в том числе 65 в Усть-Каменогорске и 28 в Семее. Напомним, до 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир должны передать Совету многоквартирного жилого дома все имеющиеся технические, финансовые и иные документы и произвести ликвидацию. Управление многоквартирным домом ложится на плечи собственников квартир. В декабре 2019 года был принят закон по вопросам ЖКХ, направленный на урегулирование деятельности органов управления и содержания объектов кондоминиума, порядка его оформления, накопление денежных средств на капитальный ремонт общего имущества, участие в этих процессах самих собственников, в том числе с вовлечением непосредственно жилищной инспекции и местных исполнительных органов. По информации Управления энергетики и ЖКХ области, на сегодняшний день жилой фонд Восточного Казахстана составляет 5619 многоквартирных домов. Из них в этом году подлежат переходу на новые формы управления 4497 домов. Сейчас дорабатывается государственная база данных, чтобы заявки на регистрацию ОСИ могли подавать в электронном виде. На каких условиях и в каком размере можно использовать часть пенсионных накоплений? По мнению экспертов, для реализации права на использование части пенсионных накоплений, гражданам необходимо сначала проверить свои сбережения. Получить средства из единого накопительного пенсионного фонда каждый может как со своего личного кабинета, так и из телеграм-канала с обновленным мобильным приложением. Таким образом, информация о доступной сумме отобразится онлайн. На правом использовании части пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий для оплаты лечения для себя или супруга, или близких родственников. Родственников могут использовать лица, имеющие в едином накопительном пенсионном фонде пенсионные накопления. Первый, у которых сумма пенсионных накоплений превышает порог минимально достаточных пенсионных накоплений. Второй, у которых размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40%, определяемо в порядке за определенным правительством Республики Казахстан. Третий, заключив договор пенсионного аннуитета со страховой организацией для реализации права использования части пенсионных накоплений граждан. Должны будут проверить свои пенсионные накопления и убедиться, что сумма для изъятия имеется и на их индивидуальных пенсионных счетах. Вкладчики также имеют возможность переводить пенсионные средства в инвестиционные компании. Для этого нужно обратиться в отделение единого накопительного пенсионного фонда. Уполномоченный оператор отправляет информацию в электронном виде в пенсионный фонд в течение двух рабочих дней после открытия счета. Его рассматривают в течение пяти рабочих дней. Сумму на счете, превышающую достаточный предел вкладчика, передают на специальный счет. Следует отметить, что он сохраняется в течение 45 рабочих дней после поступления на счет. В течение 45 дней необходимо подготовить и представить уполномоченный орган документы, которые по их заявлению будут переданы в уполномоченные органы. В течение 45 дней он вновь вернется в единый накопительный пенсионный фонд. Граждане могут связаться с авторизованными операторами по вопросам использования средств для улучшения своих жилищных условий оплаты лечения. Узнать также об этом можно на сайте, используя цифровую подпись. В связи с предстоящими праздничными днями будут временно закрыты автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана и Китая, передает корреспондент Алтай-Ньюз. По информации пресс-службы Комитета национальной безопасности, 1, 7 и 9 мая будут закрыты автомобильные пункты пропуска Нуржоле, Достык и в восточном регионе пункт Бахте. В настоящее же время на казахстанско-китайской границе функционируют пункты пропуска Достык, Алтынголь, Нуржоле, Достык и Бахте. Из-за карантинных ограничений пропускаются только грузы и товары. Маршруты движения грузовиков через эти пункты будут изменены, рассказали в пресс-службе. Несмотря на ограничительные меры, мероприятия по развитию сферы туризма в нашей области не останавливаются. Как стало известно из выступления руководителя областного управления туризма и внешних связей Марата Кабакова, наряду с тем, что уже делается, в ближайшее время предполагается реализация дополнительно еще трех крупных проектов. В целом же до 2022 года в области намерены реализовать шесть крупных проектов. Уже сейчас, который реализуется, строительство водопровода на побережье озера Аллахоль. Работы начаты и с 17 километров водопроводных сетей проложено уже 10 километров. Второй проект – это строительство линии электропередачи. Работы на стадии завершения, уже ввод в эксплуатацию планируется в ближайшее время. Реконструкция аэропорта. По аэропорту планируется удлинить взлетно-посадочную полосу с целью для того, чтобы аэропорт мог принимать большие судна для увеличения потока туристов. Данный проект будет завершен в текущем году и уже в следующем году можно будет летать на комфортабельных самолетах до села Урджар. По информации Марата Кабакова, в топ-50 туристских рекреационных зон Казахстана от Восточно-Казахстанской области вошли Катун-Карагайский, Глубоковский район и село Маркоколь. Сейчас отдается приоритет и развитию экологического туризма. Об этом говорил в своем послании народу Казахстана президент страны. В нашей области данное направление планируют развивать через организацию сельского туризма, который затронет и другие направления. Сейчас разработан проект по селу Берель Катун-Карагайского района, который предполагает открытие 15 гостевых домов и обучение жителей села организации сельского туризма. Принять первых туристов Катун-Карагай намерены уже в следующем году. Все будет зависеть от пандемии. Опыт села Берель будет использован и в других районах области. В июне мы проведем крупный инфотур для туроператоров Казахстана, которые в общем обхвате в среднем в Республике Казахстан привозят до 50 тысяч туристов. То есть будет с ними заключено соответственно соглашение по организации отдыха туристов. Базы отдыха должны будут работать на основе акта готовности и смогут осуществлять деятельность при заполняемости не выше 80% и при наличии ПЦР-справок у отдыхающих. Марат Кабаков также сообщил о создании нового сайта visit.kz, где можно найти 72 турмаршрута Восточно-Казахстанской области и выбрать любой вид туризма, в том числе по сакральным местам Абайского района. В Восточном Казахстане с начала года по решению суда за пределы страны выдворены 9 иностранных граждан, которые нарушили Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях и Гражданско-процессуальный кодекс Республики Казахстан, передает Алтай Ньюс. К сегодняшнему дню пятеро из них освободились из мест лишения свободы. Так, 20 апреля по решению Жарминского районного суда выдворена за пределы страны гражданка Республики Узбекистан, которая была осуждена в 2011 году за незаконное приобретение и перевозку наркотических средств. Женщина отбывала наказание в исправительном учреждении ОВС-156-18. Согласно действующему законодательству, иностранке закрыт въезд в Казахстан на пять лет, сообщили в пресс-службе Департамента полиции. Стоит отметить, что сотрудниками миграционной службы на постоянной основе проводится работа по контролю над пребыванием иностранцев на территории нашей области. В ходе мероприятий за нарушение законодательства Республики Казахстан к административной ответственности привлечены 206 граждан. Среди горожан активно обсуждается вопрос реализации проекта по раздельному сбору твердобытовых отходов. По словам горожан, проект городу нужен, так же, как и новый полигон, который должен соответствовать современным требованиям. Должно быть специальное место для свалки мусора, чтобы во время ветра мусор не разлетался. Поэтому это должно быть закрытым помещением. Слышали, что проект направлен на доработку. Вот пусть делают в нашем городе переработку мусора. Что касается переработки вторичного сырья, то сейчас активно развивается направление по производству изделий из пластмассы, которые изготавливают из гранулы первичного и вторичного полимера. В нашем городе есть возможность производства пластмассовых изделий, говорят семичане. Мне кажется, будет лучше, если старый полигон перенесут в новое место и новый тоже построят. Потому что, с одной стороны, будет чисто, а с другой – это будет налажена работа переработки вторичного сырья. Поэтому я считаю, что в социальном смысле лучше всего разобраться с нынешним положением дела и построить новый полигон. Будет выгодно и населению, будет выгодно и городу. Мне кажется, тогда мусор вот так хаотично по городу лежать не будет. Я думаю, что это эффективно, и город станет чище, и будут делать различные пластиковые изделия. Что касается нового полигона, то, как отмечают жители города, его строительство будет выгодным. Ведь если в Семее будет построен современный объект, расположенный ближе к городу, тарифы на вывоз твердых бытовых отходов не будут сильно возрастать. Его, если перенесут дальше, подорожает вывоз мусора у нас, в КСК. Просто машины будут затрачиваться, вот какие-то. А в Европе, да, это сам лично, видите, прям стоит, ни дыма, ничего нет. Он перерабатывает, прям в городе стоит. Не то, что там куда-то его там вывозить или еще. Ну, за 100 километров давайте вывезем. И что, смысл-то какой-то. Или там мы будем загрязнять, или здесь. К слову, стоит напомнить, что новый полигон – это не только удобство для горожан, но и новые рабочие места почти для 100 человек. Бахат Гульказес, телеканал Семей. Сегодня благодарственными письмами министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан наградили двух жителей города Семей. 27 апреля двое друзей спасли мужчину, упавшего в Иртыш. Как оказалось, дети, игравшие поблизости, увидели, как в воду упал мужчина и сообщили об этом молодым людям, находившимся рядом. Они незамедлительно бросились к месту происшествия и увидели, как течением уносят мужчину. 22-летний Абу Мансур Тулей Угали, не раздумывая, прыгнул в воду, а затем вместе с другом Миреем Маутбековым вытащил его на берег. Также Мирей оказал пострадавшему первую помощь до приезда медицинской бригады. По приезду врачей скорой помощи мужчина был госпитализирован. Ребята не считают себя героями, хотя признают, что течение реки сильное и было страшно. Героический поступок молодых людей не оставили без внимания в Департаменте по чрезвычайным ситуациям области. Сегодня начальник Департамента Ерлан Нурпиисов вручил ребятам заслуженные грамоты. КАЗ «Гидромет» представил прогноз погоды на период с 29 апреля по 1 мая. С приходом атмосферных фронтов на большей части территории страны ожидаются осадки и сильный ветер. В центральной части, на востоке и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, грозы и град. Также ожидается, что с приходом антициклона из скандинавских регионов температура воздуха в Казахстане понизится до 3 градусов тепла ночью и 10-15 градусов тепла днем в северной части страны. А также до 7-15 градусов тепла ночью и 18-28 градусов тепла днем в южной половине страны, информируют синоптики.